Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Тиранья. Ну и что хочется сказать? Так же как и с пиларсами, чем дальше мы проходим, тем у нас дольше времени занимают загрузки игры. Это немножко раздражает. Ну да ладно, я после прошлого эпизода, наверное, еще час выяснял, что же нам делать. О, смотрите-ка, когда мы смещаем камеру наверх, вы видите, тут вокруг вот этого моста появляется белый кант. Либо это у меня такой эффект. Но, да, вы видите, да, как бы появляются такие очертания. И вообще, что вот тут, видите, насколько резкая рваная краюха. Так быть не должно. Она должна мягко блендиться с водой. Ну не суть. Так вот, я где-то час выяснял, что нам делать дальше. К счастью, выяснил. Но вообще, вот эта вся рана бастарда, это чертов крысятник. По-другому не назовешь. Ладно, начинаем. Хотя мгновение назад она смотрела прямо на вас, взгляд скованной горным кажется расфокусированным и плывущим, направленным в никуда. Звук ваших шагов вырывает ее из задумчивой мечтательности. Она встряхивает головой. О, вершитель судеб, прошу прощения. Я что-то стала слишком много отвлекаться. Тебе хотелось бы обсудить что-то конкретное? Она выдавливает из себя вежливую улыбку, но не может удержать ее на губах дольше пары мгновений. О чем ты хотела со мной поговорить? Надеюсь, я не попусту тебя беспокоила. Пресная кличка, любимая ученица махальника. Или прихвостя него, с какой стороны посмотреть. Так вот, каждую ночь она зачем-то ходит в старые стены. Я бы на это и внимание не обратила, если бы она не брала с собой подранков, из которых ни один не вернулся. Как ты это обнаружила? Я, кажется, слишком увлеклась работой за последнее время. С головой ушла в камень, можно сказать. И оказалась на ногах, когда вокруг почти все спали. Не для каждой работы нужен верстак. Я взяла свой сланец, взяла наждак, вышла пройтись, а там пресная кличка. И ладно, я ее первую ночь так видела, но... Я попробую разобраться. Я понимаю, это выглядит так, будто я сую нос не в свое дело. Но я заметила, что она в своих вылазках очень пунктуальна. Даже здесь лучше намеченного часа, а то спугнешь ее. Если, конечно, ей есть что скрывать. Ждем вечера. Тагадынчи. Проследить за пресной кличкой. Так вот, на самом деле, можно было и без этого всего обойтись. Но все-таки сайт квесты прикольно поделать, узнать поподробнее о том, какие гнилые люди здесь живут. Но и плюс мы с вами... Короче, то, что нужно было нам, я просто проглядел, как это и водится. Но, кстати, 51 эпизод. Вот чем хочу поделиться. Вы прикиньте, чуваки. Вы прикиньте. То есть у нас Барик, наш герой. Лидерство, защита, мощь. У нас есть ловкость, дальний бой, магия. Я об этом не знал. Я думал, что вот это как бы все. А у нас есть ловкость, дальний бой, магия. Представьте. Ну, то есть, вот эти двое как бы как-то так. А, ну, короче, да. Некоторые вещи я упустил. Но, ладно, зато в магии, смотрите, есть кайф, который дает бонус к навыку знания, например. А потом предоставляет дополнительные ячейки под заклинания. И еще увеличивает ячейки под заклинания. Плюс есть некие взрывы хаоса. И, смотрите, есть... Добавляет ледяной урон к атакам оружия. Вот, блин, вот этого нам прокачать. Представляете, мы бы били с вами льдом, огнем и электричеством. Каждый удар. Но, боюсь, что... Но, нам уровни тупо не хватит, чтобы туда вкачаться. Поэтому попробуем все-таки дойти до Крушителя Черепов. Хотя, обидно, что так поздно мы об этом узнали. Ну, или лично я, ладно. Но ничего, не концовка же игры. Узнали, узнали. Посмотрите, тоже видите, камень немножко это... Неправильно вот это все прорисовывается. Ну, да ладно. А мы с вами следуем за отеткой. На самом деле, КС немного принеси по дайной. Но все-таки. Огненный барьер. Путь преграждает волшебный огненный барьер. Изучаем. В воздухе стоит жаркая морева. Стены измерцающего волшебного огня создают непроходимый барьер, Закрывающий проход. Старые стены. Тагадынич. Возвращаемся к девчуле. Да? Вить. Да, вернуться к Кейсли. Ну, здравствуй снова, девчуля. Не знаю. Теперь уже, ну, как бы для слотов заклинаний поздновато, но реально 25% дополнительного урона три раза это 75% доп. урона. Ну, либо, если они эксклюзивные, то, конечно, нет. Но я надеюсь, что они не эксклюзивные. Хотя мгновение назад она смотрела прямо на вас. А, это уже было. Тебе хотелось бы что-то обсудить конкретное? Она выдавливает из себя вежливую улыбку, но это все будет повторяться, видимо. Я последил, куда она шла, но путь мне преградила магическая огненная завеса. Я слышала, будто махальник учит ее магии, но она никак не могла. Сама никак. Если задумчиво упирает подбородок в ладонь. Огонь заставляет меня думать о певчих крови в первую очередь. Может, она что-то схорила у кого-то из прежних недругов? Или придумала, как контролировать ловушки старых стен? Хотя, насколько мне известно, в этих ловушках используется не огонь, а какая-то другая магическая энергия. Если ты не знаешь, что делать дальше, может поговорить с пленницей, с этой телесофией. Она все видит со своего места, и с ней в течение дня почти все говорят так или иначе. А вдруг она видела или слышала нищie такое, что может оказаться тебе полезным? Во. То есть, постепенно мы привлекаем всех-всех-всех персонажей, которые здесь есть, к нашему приключению. В широкоплечья женщина в форме опальных болтается у стоящей неподалеку колонны, подвешенные на запястье. Она до сих пор облачена в железный нагрудник своего отряда, но шлема у нее нет. И, несмотря на свое незавидное положение, выглядит она удивительно расслабленной. Проходящий мимо поселенец заводит с ней дружелюбную беседу. Она глядит на него сверху вниз, внимательно выслушивая. На последнюю приманку форель клюнула, но узел развязался, и проклятая рыбина утащила блесну в реку и обмотала леску несколько раз, как ты и говорила. Ты ведь не шуточь надо мной, правда, София? Что сдерживать тебя, вершитель судеб? Мы должны как можно скорее исправить несправедливость. Молчим. Сейчас не время для твоих игр с запугиванием. Бронза яспаса для форели достаточно прочная, так что крючок сломаться не мог. Наверное, ты все-таки слишком малый раз обмотал леску. Помнишь, что я говорила? Не меньше пяти оборотов, а потом делаешь петлю и завязываешь захватным узлом. Попробую, все получится, а когда наловишь форели, не забудьте мне принести пару рыбок. Ха, непременно. Ладно, попробую, как ты говоришь. Жаль, конечно, что ты сама для нас узлы вязать не можешь. Молчим. Сам знаешь, я бы с радостью, но сначала придется всех вас предателей перерезать. Зато вся рыба мне одной достанется. Ты так говоришь всякий раз, как я мимо прохожу. В общем, спасибо за совет. На рассвет попробую снова. До скорого, София. Поселенец откидывает голову и разражается веселым смехом. Непуха. Поселенец уходит, и связная воительница замечает, что вы подошли. Или, София, найти тебя в этом свинарнике среди незаконных поселенцев, он качает головой. Не волнуйся, мы сейчас же освободим тебя от пуд. Постой, кто? Барик? Это ты? Нет, оставь меня, пожалуйста. Долг приказывает мне истребить этих глупцов, а честь защитить их. Проще будет, если у меня не будет выбора. Ну, что ж, раз ты так хочешь. Я бы отдала честь посланцу суда, но, как видишь, в настоящий момент стеснена в движениях. Как ты оказалась на этой колонии? Несколько локтей назад, когда Каирну, наконец, объявили отступником, генерал отправил своих людей на поиски того, что заставило Каирну потерять рассудок или лояльность, смотря как к этому подойти. Моему отряду было приказано сопровождать группу скаловершев, решивших повторить путь Каирна через ярусы. Мы отправились к ротам суждений и дошли до разлома, который оказался... Ну, сам видишь. Она указывает вверх движением головы. Нива проходит женщина средних лет с плетенной корзиной в руках. Она приветствует телесофию, махнувая ей рукой, и воедница опальных кивает в ответ. Привет, Эвцо! Она провожает взглядом проходящую поселенку, а потом вновь поворачивается к вам. Вижу, у тебя отличные отношения с местными. Это приятные ребята, хоть и все они насмехающиеся над Каиросом подонки, заслуживающие медленной и мучительной смерти. Она безуспешно пытается пожать плечами. На чем я остановилась... А, да! Мы остановились, чтобы разведать и нашли это логово, этот улей. Самоселы и зверолюды живут как равные, неслыханная мерзость. У нас не было выбора, мы должны были предать их мечу. Мы хорошо сражались, но наступление захлебнулось, когда этот трус Арген бросил оружие и сдался. Из-за него враги прорывали строй и смяли нас. Если бы из меня не выбили дух, я бы сама его казнила, но я очнулась, подвешенная на этой стене, где я с тех пор и вешу. Почему ты все еще жива? Греева наша хранит. Защиту генерала может выдержать и не такое. Она подводит плечами, чтобы получилось слабое подобие воинского салюта. Запястье изранено, и я уже не помню, когда в последний раз чувствовал себя отдохнувшей или сытой. Но до порога смерти мне еще далеко. Поселенцы приносят мне достаточно еды, чтобы продержаться. Она бросает взгляд на свой заляпанный грязью доспех. Несет от меня, правда, хуже, чем от кучи зверолюдского дерьма. Но с учетом того, что ты, скорее всего, справляешься в доспех, то... не удивлюсь. Почему поселенцы тебя не казнили? В каком-то смысле они так и сделали. Их предводительница, зверолюдка, велела вздернуть меня и оставить, пока я не помру. Наверное, она не знала про защиту Аши. Как говорится, хорошо смеется тот. Никто не хочет ссориться с местными охотниками на погибели, так что зверолюды могут поступать так, как им вздумается. У меня было полно времени, чтобы познакомиться с местными, пока я тут погибала. Даже немного жаль, что им всем суждено погибнуть по воле Кайроса. И нужны сведения, которые у тебя могут быть. Она смотрит на вас сверху вниз и задумывается, прежде чем ответить. «Сведения — это то немногое, что я могу предложить, будучи здесь в плену. Уверена, что ты хочешь узнать что-то важное. Ну, а я хочу сделать кое-что важное. Если ты поможешь мне исправить несправедливость, то я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Я слушаю. А может быть, ты уже заметил сколовежца, который тут склоняется? Это Арген, и он предал мой отряд точно так же, как Кайрн обернулся против своих союзников. Этот трус сдался в тот самый момент, когда мы обнажили мечи. И теперь он проводит свои дни, развлекаясь с Яспасом. Они на пару с этим кретином заигрались в мистиков. Нам нужно боевое оружие, а не полированные камни. Мятежных учеников Кайрна приказано уничтожить, но я не могу выполнить приказ. Разве что задушить его собственными ногами? Так что я прошу у тебя помощи. Воздаем его по заслугам, и я расскажу тебе все, что захочешь. Откуда мне знать, что у тебя на самом деле есть то, что мне нужно? Я на этой колонне что-то вроде украшения. Люди либо не замечают меня и шепчутся о своих секретах прямо у меня под носом, либо приходят ко мне излить душу. Ты удивишься, узнав, насколько привычные меня уже считают. Я знаю все, что тут происходит, нравится мне это или нет. Ну, считай, что он уже мертв. Замечательно. Глаза телесофии загораются, она даже дергается на своих веревках от радости. Найти этого предателя будет несложно. В ране, в конце концов, не так уж много скаловерсов. Доброй охоты, вершитель. Ну, доброй охоты. В общем-то, действительно, мы с вами больше таким этим посланником работаем. Человек, потрепанный одежде скаловерса, пристально смотрит на темные камни, которые держат сложных лодочкой руках. Он переводит взгляд с одного камня на другой. Заслышав ваши шаги, он поднимает глаза на вас. Вершитель судеб, прости, я тебя не заметил. Яспас научил меня упражнениям, повышающим чуткость, чтобы я лучше видел то, что сокрыто в толще скал. Он торопливо поправляет подолодеяние и подтягивает пояс. Пусть я больше не служу опальным, но я по-прежнему признаю авторитет вершителя судеб. Чем могу быть полезен? Как скаловержец оказался в такой пестрой компании? Да я тут чужак? Он кивает на свое пурпурно-серое одеяние. После того, как Керна объявили преступником, Грейвенаша поручила нам осмотреть все вещи Архонта и пройти по его следам. Я оказался в группе, направляющейся к вратам суждения. Мы наткнулись на это место, когда шли через горы. Понятное дело, из-за Керна в Легионе меня недолюбливали. Телесофия при каждом удобном случае старалась напомнить, что если предательство Керна когда-нибудь раскроется, всех скаловерцев казнят как возможных соучастников. Так что, надеюсь, ты понимаешь, почему я, когда наткнулся на рану Бастарда и понял, что силы неравны, предпочел сдаться, вместо того, чтобы разделить участь ненавистных мне собратьев и погибнуть, простите, предательски пересохло в горле. Что ты думаешь о ранне Бастарда? Я здесь чувствую себя как дома, хотя в старых стенах все непригодно для жизни. Если не погибели, так вода тебя прикончит, и никто не выжил бы, если бы не я спас. Он переводит взгляд с бурлящей воды на массивные каменные стены, устремляющиеся ввысь. Старые стены всегда были местом силы для магов моей породы. Они подобны неиссякаемым источникам магической энергии. А вся эта старая каменная кладка прелюбопытна. Что за жизнь могли вести люди, возводившие такие массивные стены? Он прожимает плечами с легкой улыбкой на губах. Ты хорошо отзываешься о Яспусе? Яспус играет много ролей. Он и наставник, и муж, и друг. Взгляд Аргена делается задумчивым. Он учит меня чувствовать скалы, устанавливать с ним глубокую личную связь. Скаловерса воздействует на погоду, но мы не чувствуем и не формируем камень, как скованный горном. Мне нужно обсудить с тобой важный вопрос, но только снаружи, подальше от любопытных глаз. Что ж, если ты разобрался с ватагой хора, которая расположилась в тех развалинах снаружи, я полагаю, можно смело выходить и наслаждаться свежим воздухом. Если это поможет тебе в твоих обязанностях, вершитель судеб, я готов поговорить еще. Давай встретимся наверху. Давай. Какие доверчивые тут люди местами, да? При том, что все, 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 все поголовно друг друга куда-нибудь заманивают, предают, прибивают. При этом, типа, мы чужак, такие, чувак, а ты вообще-то предатель? Давай тут поговорим в тишине, вот там вот, за леском, да, отойдем. Это так, конечно, обершитель, да, пошли, пошли, пошли. Простота хуже воровства. Хорошо, я уже и это тоже потестил нам с вами в разрушенную крепость. Ух ты! Впереди вы видите короляка, торговцы из Рана Бастарда. Он стоит посреди дороги со задачным видом. Когда вы подходите ближе, он поворачивается в вашу сторону, нас смотрит словно бы сквозь вас. Торговать? Товары? Давай посмотрим. Разумный выбор? Он мелко по птичке кивает. Разумный, разумный выбор. Ага, знаем, знаем. Эх, что ж ты, Чуве, сдал назад? Былая вода? Ну ладно, не надо. Тынч? Та-дам! А мы с вами тем временем вот здесь должны по веревочке залезть. И там, помните, был уступчик уютный? В общем-то, там мы с этим чуваком и поговорим. Опа! Красавцы. Ну что, друг Карген? Скаловержис устремляет взгляд на горизонт, стоя на уступе и с довольной улыбкой наполняет грудь чистым горным воздухом. Давненько я не выходил наружу. Спасибо, что разобрался с этим отребьем и скоро в развалинах. Так о чем ты хотел поговорить вершитель судеб? Отле чего, чтобы он отвел от вас взгляд? Какое поразительное зрелище, ландшафт, сотворенный Карном, не правда ли? Да, будут благословлены отпечатки следов покойного Архонта. Архонт поворачивается, чтобы полюбоваться горами, развалинами крепости и торчащими тут и там обломками кристаллов. Пнем его. Это Спарта! Как-то он... Ну, короче, вообще он должен был падать с ускорением свободного падения и тут аниматор промахнулся, кажется. Просто такие вещи очень легко запалить, если ты посмотрел вообще на них. Это... Ну, глаз ловит их очень легко. Так, туда мы не пойдем, давайте пойдем куда-нибудь, где у нас с вами карта мира будет доступна. Вот, например, сюда. Потому что тогда мы сразу сможем, избегая лишних круголей, попасть в Рану Бастерна. Вот. Ну, чувак полетел хорошо, красиво и интересно. Смотрите, у нас получается весь этот эпизод и уйдет, в общем-то, на этот квест. Нормально. Игоденчи, теперь нам надо вернуться к девчуле Висюля. Вот, девчуле Висюля, здравствуй. Да, побегать нас заставляет знатно, такой курьерский квест. Если играли в какой-нибудь муар ПГ, то привыкли, наверное, к ним. Как проходит твой день, вершитель? Арген мертв. Ну, наконец-то. Спасибо, вершитель, судеб. Позор от этой недоделанной работы терзал меня сильнее, чем голод и впившийся в запястье веревки. Она закрывает глаза и облегченно выдыхает. Спасибо, вершитель. Я в твоем распоряжении, спрашиваю, что пожелаешь. Я пытаюсь понять, как пресная кличка проходит через волшебный заслон в старых стенах. Есть идеи? Удивительно, как много люди болтают, не обращая внимания на пленников. Совсем недавно я слышала, как они с махальником шептались именно об этом. Она ухмыляется и качает головой. Пресная хвасталась, что у нее есть какое-то устройство для управления барьеров. Она прячет его в дыре в стене за знаменем хора. Теперь ты знаешь, с чего начать. Мне пора. Тыгодынч. Полуночные прогулки. Так. А знамя хора у нас вот здесь висит нужное. Да-да-да, я все это уже проделал. Но, тем не менее, вот этот квест, я не знаю почему-то, он довольно-таки прикольно мне показался. Ну, и плюс то, что мы выясним, оно тоже прикольное. Вот так вот. А чего? А почему нас не туда эта штука привела? Блин, нам, видимо, надо дождаться теперь нужного времени. Да? Или мы можем с ней поговорить непосредственно? В прошлый раз у меня все сработало сразу. А здесь что? Вернитесь к огненной преграде. А, то есть нам, видимо, надо опять до если дойти и подождать. я поговорил с Мелом. Вот как? Ну и что, мои подозрения подтвердились? Нужно признаться, в последнее время я частенько сам себе сомневаюсь. Скажем так, ситуация запутанная, и я предпочел в нее не вмешиваться. Захочешь ли ты продолжать делать ставки и решать тебе? Это ответ, который ни на что не отвечает. Признак мастерства настоящего бюрократа. Уж лучше бы ты просто сказал мне, что тебе заплатили. Он смотрит на вас прищурив глаза и нахмурив брови, потом его прилив смелости заканчивается, он отступает назад. Прошу прощения, вершитель судеб. Я попросил тебя помощи, и ты занялся моим делом. Это больше, чем я мог рассчитывать. Я больше тебя не побеспокою, прошу меня извинить. Да уж, да уж, ты это был на волосок от гибели. Вершители судеб, ты знаешь, они такие, они хоп-хоп, и как бы головы у тебя нет. Или какой-нибудь конечности. В общем, зависит от настроения вершителя судеб всегда. Мгм, водичка. Ну что ж, если, здравствуй. Вершитель судеб, не видел ли ты Аргена? Обычно он работает неподалеку от кузницы, но что-то я давно его не видела. Она нервно крутит в руках Долото. Мы поссорились, пришлось его убить. Ты убил его, ты... Она рефлекторно вскидывает Долото, но поза у нее скорее защитная, чем агрессивная. Опомнившись, она пускает инструмент. Зачем тебе было? Она закрывает лицо рукой. Яспас будет не себя, когда узнает, а я, мне кажется, совершитель судеб, ты несешь беду, куда бы ни шел. Прошу, оставь меня, мне надо подумать. Так, дождаться вечера. Блин. А, видимо, знаете, поскольку нет в игре механизма ожидания, то вот эту девчулю используем мы как часы, по сути. То есть, с помощью нее мы можем дождаться вечера. Хотя это и нелепо. Что нам мешало точно так же с кличкой поговорить? Ну, видимо, чуваки как бы выпутывались как могли, я так полагаю. Потому что не факт, что у всех было дофига опыта с Unity. Я, кстати, вообще не понимаю, почему они отказались от собственного движка, но ради вот этого эксперимента. Хорошо, используем талисман. Чпок. Ключик. Загадыч. Ну, вот он, час истины. Какая чудовищная мерзость. Это до такого люди доходят, когда им на ухо долго нашептывают по гибели. Когда вы входите в помещение, в ноздри вам бьет вонь крови и экскрементов. Пресная кличка с горящими глазами раздает команды, наворачивая круги по залитой кровью комнате. Нет, нет, нет. Не режь эту шапку по тому же месту. Шрамы станут жесткими, и мы потом хрен кровь оттуда добудем. Поставь ведро под ребра и режь вдоль. Она поворачивается к вам, на лице ее мелькает изумление. Твою ж ватагу. Одинек такой славный. Был. Она быстро нашаривает оружие на поясе. Может, объясниешь мне, что происходит? Ты не должен был этого видеть. Мы собираем пожертвования от щедрых наших зверолюдов. Махальнику нужна зверолюдская кровь. Много зверолюдской крови. Ты что ж думаешь, вода себя сама очистит? Он сказал, что без этого мы подохнем. Так что я намерен продолжать работу. Она вытирает испачканные руки грязной тряпкой. Пожертвования? Что-то они не похожи на добровольцев. Ну да, одной зверолюдской самоотверженности нам нынче не хватает. То есть вы не придумывали ничего лучше, чем ферма по добыче крови? Что, других вариантов вообще не было? Ты же вершитель судеб. Я в курсе, что ты видал вещи похожие. Ничего, терпел. Мы никого не убиваем и собираем крови не больше, чем требуется поселку для выживания. Так что это я еще сдерживаюсь. Раньше добровольных пожертвований крови вполне хватало, что изменилось. Золотая лапа лечила своих после того, как они кровь сдадут. Поэтому за раз они могли сдавать больше. Хоть чем-то от нее прок был. После того, как она ушла, наши зверолюды столько жертвовать уже не могли, иначе с охотой бы не справились. Запасы наши таяли, махальнику нужно было больше. Вот я и занялась делом. То есть смотрите, махальник и я спас. Оба гада. Чуваки, когда, ну, зверолюды добровольно им сдавали, те такие, да-да-да, спасибо вам. А после этого, когда зверолюды не смогли это делать, они стали забирать сами. Похоже, тебе нравится эта работа. Поселению без меня кранты, так что мне свой долг выполнять не стыдно, я им горжусь. Она вызывающе шчурится, мол, хочешь возразить? Пока добрые жители получают свою воду, ни к чему им знать, чем я занимаюсь, чтобы их животы заполнить. Объясни, с какой стати я должен терпеть такое? Да куда ни кинь, кто-то, по-твоему, будет страдать? А, кто-то по-любому будет страдать. Вопрос лишь в том, кто это будет, люди или зверолюды. Какой смысл всем тонуть вместе с кораблем? Не я этот кораблик построил, и зуб даю. Села я на него тоже не от хорошей жизни. Но я держу его на плаву, чем далеко не каждый похвастаться может. С меня довольна, ты утратила право на жизнь. Ребятки, все как в старые добрые времена, кто замочит вершителя, получит мою недельную пайку воды. Сорвав с пояса клинок, пресная кличка с диким ревом бросается на вас. О, замочит вершителя. Какие мы все тут оптимисты, да? Какие мы все тут оптимисты. Ну хорошо, вот этого чувачка давайте сейчас мы собьем. Вот так вот. ты друг мегатаунд что-то танкует наш персонаж. Мне это не очень нравится, но он прекрасно с этим справится, кстати. Да, потому что, ого, дед вообще, конечно, всех прям, всех переиграл в плане уровней. Э, стоп. Тогда вот так вот давайте литургии пустим. бум. Дезориентированные, испуганные, ослабленные тоже мне бойцы. Это вообще кругами бегает. Ой, ой, это что было? А, это, кажется, наша вододевка пустила. Хорошо, давайте сделаем сначала кулаком удар, поставим метку. Да, теперь двойной удар вот такой. Чпок и чпок. Так, теперь раскол башки. Раскол башки. Ну-ка, раскол башки. Так, и теперь ладошкой удар хрям. Готов. Следующий, следующий. А, мы, кстати, можем фаербол кинуть и не надо следующего. Так, хорошо. Вот, уже поздно, да? Он прям в полете был, правильно? Видимо, да. Ладно. Ого. пум-пум. Ха-ха. Неплохо фаербол прыгает. Так, это мы, пожалуй, заберем. Что ж, освободить подранка. Снять подранка связывающего путы. Что-нибудь скажете? но нет, так нет. В любом случае, блин, вот, имеем мы все эти карты на руках, когда мы встретили золотую гриву, золотую кличку, мы бы, наверное, убедили вернуться, потому что, ну, что с зверолётами делают этот пипец. Ага. Смотрите, но зато мы, ну, как, у них кризис продовольствия, да, нечем кормить всех. А мы берём и помогаем, и больше нет проблем в том, что, ну, короче, сокращаем население. Меньше ртов, меньше забот с прокормом. Правильно же? Вот мы доброе дело, в принципе, и делаем таким образом. Так. Мне удалось проследить за пресной кличкой. Что тебе удалось узнать? Если прекращает полировать кусок кремния, и обращает на всё внимание на вас. У неё там что-то вроде тюрьмы для зверолюдов. Она её использует для вытягивания крови из своих жертв. То есть, это как ферма по сбору крови? Но она никогда бы такого не сделала, если бы махальник не разрешил. Ну, если даже рот приоткрывается от изумления. Всё кончено. Пресная кличка мертва, пленные зверолюды свободны. Спасибо, вершитель судеб. Поверить не могу, что кто-то из наших оказался на такое способен, пусть и такое отродье, как пресная кличка. А ведь я и говорить-то тебе не хотела поначалу. Она улыбается, радуясь тому, как всё сложилось. Ну всё, не стану больше тебя беспокоить. Большое спасибо. Легко. Обращайтесь, если что. Итак, что ж, у нас там с вами завершено исследование. Смотрите, на всех, на всех, на всех этих местах у нас куча всего собрано. Вообще, конечно, нам бы пройтись по шпилям, но мне не хочется прерываться и тратить на это время. Как-то придётся эту проблему решить, но решать мы её будем уже потом. А пока что спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайну, Рокки Бальболу, Антону Цару, Глебу Сахарову, Брату Монзо, Серджи Атерадору и Фёсту, КДВ-45 Рус и Дарьи Кравчук за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну и до встречи в следующем эпизоде. А пока на этом всё. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok